Дети с особенностями психофизического развития и инвалидностью могут появиться в каждой семье. Они могут жить с нами в одном доме, ехать в транспорте, встретиться в магазине или на улице. Они не виноваты в том, что родились или стали такими, и это не их выбор. Каждому человеку, независимо от его состояния здоровья, должны быть предоставлены равные права и возможности для социализации в обществе. В этом и есть суть принципа инклюзии, которую реализует наше государство и система образования. В настоящее время вопросу оказания всесторонней помощи ребенку с особенностями является очень актуальной проблемой. Наше государство уделяет этому вопросу много внимания. Сейчас вышло много новых нормативных документов, которые регламентируют как раз-таки межведомственность в оказании помощи детям с особенностями. Разработана дорожная карта на 2022-2025 год по совершенствованию системы межведомственной помощи детям с особенностями развития. В рамках реализации этой дорожной карты как раз-таки и работает наша сегодняшняя конференция. Конференция, организованная Управлением по образованию администрации Ленинского района и Центром коррекционно-развивающего обучения и реабилитации «Стимул», проходит уже в четвертый раз. Ее цель – повышение эффективности межведомственного взаимодействия и координации деятельности организации здравоохранения, образования, социальной защиты населения в вопросах адаптации особенных детей. Это очень важная проблема, глобальная, потому что администрация любого города, района прежде всего заботится о благополучии своих жителей. А дети, особенные дети – это предмет особой заботы любого руководства. Собравшиеся делились своим видением и практическими наработками по поводу того, как улучшить жизнь детей с особенностями и помочь их семьям. Ребенок с инвалидностью имеет много прав. Государство гарантирует выполнение этих прав. Поэтому задача специальных структур – донести информацию до родителей особого ребенка, что он может получить те или иные льготы в нашем государстве. И наша сегодняшняя конференция поможет раскрыть глаза на некоторые моменты, которые, может быть, для некоторых специалистов были еще до сих пор неизвестны. Мы таких детей выявляем. Получается, берем под контроль и маршрутизируем нужные учреждения. У нас идет коммуникация вместе с Центрами коррекционного развития и обучения. Мы выдаем таким детям направление. Сейчас они приводят данное учреждение, где им уже на основании их вопросов, как бы говорится, дается направление следствующего учреждения. Это будет общее образовательное учреждение, это будет специализированное учреждение, это будет интегративное учреждение. Среди участников конференции на этот раз были и представители Российской Федерации. Я представляю социальную защиту населения. Но как и у нас в Питере, так и здесь, мне хотелось бы именно наладить взаимодействие, в том числе и с образовательными учреждениями, которые занимаются с детками-инвалидами. И для этого, собственно, мы сюда приехали, поделиться нашим опытом, какими-то наработками, посмотреть, чем занимаются наши коллеги, почерпнуть что-то интересное для себя, чтобы дальше реализовать уже у нас на питерской земле. Гуманное, основанное на равноправии общества, невозможно без толерантного отношения к лицам с особенностями развития. И каждый шаг в этом направлении важен, так как не только меняет подходы в решении данной проблемы, но и мышление людей в целом. А потому практика подобных мероприятий будет продолжена.